Сходнинский лес. 53 гектара зеленой зоны со своей флорой и фауной. Место для тех, кто хочет на время уйти от городской суеты. Но чтобы прогулки на свежем воздухе были комфортными, лесу нужен уход. Жители Сходни вместе с экологами уже давно борются за то, чтобы сохранить лес в первозданном виде. Работы впереди много. Сегодня гуляя по лесу можно встретить не только зайцев и белок, но вот это, но и вот это. Проблемы экологии в приоритете. За сохранение леса взялись профильные ведомства и инициативные химчане. Вот сейчас мы заходим на территорию пенежского лагеря, которая была тоже передана под городские леса. Лагерь уже старый, где-то лет 40 уже не работает. Территория вообще на самом деле красивая, но крайне запущенная. Здесь тут у нас какие-то свалки, строительного мусора. Все это, конечно, надо убирать. Светлана Прус следит за судьбой Сходнинского леса давно. Когда в 2012 году было принято решение о строительстве здесь жилого комплекса, ей пришлось включиться в борьбу за зеленый уголок. У меня с этим лесом связаны давние истории. Я его помню, сколько живу. Поэтому, когда мы узнали о том, что этот лес планируют застроить, в общем, это как-то было очень болезненно. И, собственно говоря, вот это вот, ну, такой протест, что ли, против таких вот градостроительных решений, вот он вынес меня, так сказать, в общественное поле. Хотя до этого я, в общем, к общественности никакого отношения не имела. Жители вмешались на этапе создания проекта. Дело получило общественный резонанс. Градостроительный совет постановил, эта территория застройки не подлежит. Химкинский суд обязал привести лес в порядок. Но для начала нужно принять землю в собственность муниципалитета. Главой поставлена задача, значит, разработать дорожную карту. Мы ее сделали. Мы сделали техническое задание, где включены мероприятия по лесоустройству. То есть нам нужно сначала откадастрировать данные земельные участки, здесь их несколько. Присвоить статус городские леса. Городские леса имеют статус защитных лесов. Дальше мы разработаем лесоустроительный регламент и поставим городской лес на кадастр, специальный лесной кадастр. Сейчас у территории нет собственника. Исключение 9 гектаров, которые принадлежат объединенной дирекции парков городского округа. Их привели в порядок в прошлом году. Мы сейчас пересекли границу ухоженного и неухоженного участка леса. Сергей, вот скажите, в чем разница? Ну, если обратить внимание по сторонам, да, посмотреть, то здесь лес слишком густой, там, допустим, да. То есть там его дирекция парков разрядила, да, убрали поваленные деревья, убрали деревья, которые поражены краедом. А эта часть здесь, как бы, мероприятия по уходу не проводилась. Каким будет лес? Этот вопрос волнует многих химчан, и на него только предстоит ответить. По мнению экологов, в этой зоне не стоит делать асфальтированных дорожек и возводить металлические конструкции. Это повредит почву и может распугать животных. Еще одна проблема – квадроциклисты. Ну вот, пожалуйста, видите, вот этого вообще, в принципе, не должно было быть. Вот, потому что вот это, ну, это, скажем так, повреждение почвы. Почва здесь еще не устоявшаяся, потому что здесь все-таки была работа, проводилась. Ну, вот эти вот насыпные, вот эти опилки, это как раз, так сказать, вот прикрывали вот эти все колеи, которые здесь в свое время навозили трактора. Они это все разравнивали и убирали. Вот. А теперь, значит, мы вот эти колеи опять, так сказать, получаем в результате того, что здесь катают ребята. Но для любителей активного отдыха есть решение. Вместо квадроциклов – лошади. Рядом есть конюшни. Активисты предлагают организовать тут специальные тропы. Готовы вести диалог с администрацией округа. Но пока в приоритете – собрать документацию, убрать ветхие строения, очистить лес от сухостоя и создать регламент с мерами о сохранении и защите зеленой зоны. Сделать это планируют в течение года, чтобы Сходнинский лес стал местом притяжения для жителей всей Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok